итак продолжаем разговор о снах и в этом блоге мы бы хотели поговорить о том что же происходит в той ситуации или что делать в той ситуации человек все-таки волнуется него беспокоит тот сон который он увидел этой ночью как себя вести то есть с одной стороны мы говорим что сон который не растолковали он подобен письму которое не распечатали и гимарай говорит еще более однозначную формулу что сны идут за своими толкованиями то есть смысл сна он как раз складывается из толкования то есть если растолковать ее растолковать сон в дурную сторону он будет дурным а если растолковать его в хорошую сторону будет хорошим гимарай приводит историю про некого толкователя снов бархадия который совершенно официально для себя считал нормальным тем людям которые ему платили он разгадывал растолковал сны в хорошем ключе а тем кто ему не платили разоголым и в плохом как бы корыстный подход и гимарай рассказывает историю о том что ровы и абая с целой серии снов приходили к нему чем они видели одинаковые сны очень интересный момент они видели одинаковые сны 2 великих мудреца толмуда ровы абая которые жили вместе учились вместе и они видели одинаковые сны и абая который платил бархадия каждый раз зуз то есть примерно 5 грамм серебра он ему растолковал всегда хорошую сторону даже те же самые сны там например что бык будет зарезан на твоих глазах бархадия растолковывал это абая который ему платил что у тебя будет удачный бизнес и ты абая от такого желания атак от того что у тебя будет это будет до такой степени сыт что даже у тебя будет целый бык зарезанный ты не сможешь его есть так до какой степени ты будешь сыт а рова который ему не платил он ему растолковывал что ты не сможешь есть быка поскольку кто-то другой съест его то есть как как все зависело и все что все это происходило с рова и в том числе он ему один из снов он ему растолковал что им умрет жена ровы батров хизда дочь ровах езды в какой-то момент ровы с бархади ехали вместе на одном корабле а бархадия до этого растолковал рове что с ней у него будут чудеса в жизни потому что ровка этот момент понял что бархадия многое зависит от денег он ему заплатил и нет он мужчине заплатил то момент он про он пришел к нему без абай и бархадия почему-то ему сказать что у тебя в жизни должны произойти чудеса и когда они поехали вместе на корабле то бархадия подумал я же ему нагадал что у него будут чудеса а вдруг этот корабль затонет у него произойдет чудо у меня нет так лучше я сойду он решил сойти и у него сонник его выпал из сумки и у рова открыл этот сонник и увидел что основное правило разгадывание снов это то что сны идут за толкованием затем как они были сказаны устами и тогда он встретил бархадию и он сказал ему это злодей то получается ты убил так сказать дочерах езда и за все тебе готов простить кроме того что ты убил дочерах езда и он его проклял на ты должен пусть ты попадешь скалом бараде в руки царства римского который не милосердствует над людьми которые не у которой нет милосердия к людям и бархадия понял что рова его прокляла и он решил уйти в изгнание и тем самым изгнанием искупить проклятие интересный документ он понимал что ему требуется искупление он поехал в рим в рим поехал признаете да ваша несть и там в риме его обвинили в том что он он не хотел толковать опять же без денег а деньги ему не давали и так получилось что одному из охранников римского дворца он не разгадал сон вовремя и получилось что в последний момент когда он уже разгадал этот сон оказалось что царские одежды съели черви этих червей видел этот один из охранников видел в во сне а бархадия отказывал отказывался ему бесплатно их разгадывать потому что он уже бесплатно разгадал только в плохую сторону а в хорошую сторону он не хотел ему разгадывать что-то мы не платил так обвинили этого охранника в том что он не проследил за природными явлениями которые таскать поедают одежду царя он сказал чем я виноват я же не знал я вот этого человека спрашивал он не рассказывал хотя он знал как это растолковать и действительно обвинение приняли этого бархадия объявили в том что он виноват в том что одежды царя был съедены были съедены червями и его приговорили к страшной смертной казни его взяли привязали к двум кедровым деревьям которых стянули сюда его привязали одну ногу к одному другой ногу другому дереву и отпустили деревья и так его разорвало на две части и вот такая вот история о том до какой степени корысть на может навредить человеку он имел знания но из-за своей корысти он дошел до такого страшного конца так вот несмотря на то что мы видим что это правило работает на что это сны идут затолкование поэтому всегда говорим когда задают нам основной вопрос как это растолковать куда никак не растолковывайте не я слышал от моей от имени моей бабушки такую фразу куда сон туда и куда ночь туда и сон ночь ушла ушел с ней сон куда сон куда ночь туда и сон все но иногда человек на волнуется он чувствует что он волнуется из-за этого сна так есть у нас механизм который называется улучшение сна собираем три человека трех людей которые хорошо относятся к человек который видел сон и говорим он говорит так этот видевший сон я видел сон и я он меня волнует да вот зачитаем геморрор говорит я увидел сон хороший так он должен сказать я видел хороший сон этот сон хороший будет он к лучшему рахмана решивой летавы все еще не сделает из него хороший сон шева зимнин лик зору алейху минш маят для витавы и семь раз повелят с небес чтобы он был к лучшему на я витавы и еще они должны сказать в лимру гиммаля фуха из три стиха пророков которые говорят о том что всевышний выкупает даже если есть какая-то какое-то постановление можно откупиться как бы выкупиться от той беды которая может случиться вышелось ламас и три стиха про мир окей и так таким образом этот сон будет улучшен и без рад ашем не нужно будет по его поводу волноваться счастливое это то что мы хотели сказать в продолжении темы о снах без рад ашем если у нас будет какая-то еще информация как это работает еще какие-то нюансы мы может быть сделаем еще один блог по возможности и по тому будет нам что-то на эту тему еще сказать спасибо большое